Причем отслеживайте эти блоки, вот, например, блоки, которые у нас называются mpl.rel. Следует, даже если SPSS не предупреждает о том, что есть redundant variables. Итак, вот первый блок эффективных переменных найден. Второй блок, посмотрим блок ли это. Здесь 6 переменных в блоке, у нас в перечне предикторов, в системе предикторов раз, два, три, четыре, пять. Тоже блок. Таким образом, шестая из этого блока относится к константе. Шестая переменная – это другие варианты принадлежности организации, в которой работает респондент. То есть, там есть государственные, частные, вот это другие варианты. Можно, получается уже, что константа характеризует людей, обладающих характеристиками работы, работа в организации с иной собственностью, нежне государственной, частной и муниципальной. При этом эти люди работают, видите, в семейном бизнесе, ну, в общем, и так далее. Надо смотреть по каждому блоку эффективных переменных, разбираться, относятся или нет. По поводу страны, допустим, по поводу страны здесь у нас нету полного блока, поскольку я не кодировал все страны. Всего 29 страны, я только 3 перемены и перекодировал фиктивные, поэтому здесь нет полного блока, полной группы. Поэтому нельзя сказать, что константа характеризует... То есть, константа характеризует некие другие страны, поскольку у нас Дания, Литва и Россия единичками закодированы, все остальное нулем. Константа, соответственно, характеризует, ну, это вот, контрольная группа в стандартном понимании, в понимании линейной регрессии без фиктивных переменных. Также есть фиктивные перемены, относящиеся к населенному пункту, в котором живет респондент. Раз, два. У нас их больше, должно быть пять. Здесь всего две, поэтому здесь нет полной группы, полного блока. Поэтому нельзя сказать, что вот переменные из этого блока, из этого блока...